Солнечный день сегодня в Майами. Привет, меня зовут Женя, и ты на канале, посвященном саморазвитию человека. Интересным историям, лайфхакам, медитациям, практикам. Я делаю это в формате блогинга. Я не журналист, но я пишу свою фэнтези-книгу. А еще иногда я вот так разговариваю с друзьями, как в этом видео. И мне захотелось рассказать об этом человеке всем. В моем поле очень много интересных, абсолютно необычных, уникальных, умнейших. Успешных, богатых, прекрасных людей. И я творю шедевры от сердца, так как получается. Это запись видео из Инстаграма. Прекрасным актером, режиссером, продюсером, открывшим в Манхэттене свою школу-студию актерского мастерства. Есть один момент в нашей культуре, нам нелегко говорить о себе или о своих достижениях. Сегодня я хочу показать вам его моими глазами. В моей юности я очень любила этот сериал. Всегда бежала из школы, чтобы его смотреть. Ранетки, Артем Лусков. Я тебе просто... Надо тебе чуть-чуть сначала рассказать. Потому что сначала я... Инвайнд. Вот я нажимаю. Инвайнд. Тут я тут. Великолепный актер, режиссер, продюсер, человек, закончивший Вахтанговский театр и кино, учившийся в институте, да, весь Страсберга, эмигрант, ведущий очень много в жизни, помогающий людям, создавший свою актерскую школу, мастерство, где он раскрывает людей. А четыре дня назад, когда мы общались, он получил свой первый аудишен в Метрополитен опере. И это огромный прорыв. Ура! Ура! Наконец-то ты меня добавила. А я тут тебе дифферанты пою. А я слышу, я еще думаю, где ты это все набрала? Так, ты набрала. У тебя вот здесь открываешь, знаешь, набираешь на русском сначала. Так. Артем Лысков. И в американской годичной давности в статье написано, что ты выиграл ввиду талантов, что ты сюда приехал по приглашению в школу Листрасберга. Я все вчера прочитала. Я когда читала, я сидела, то есть я знала, что ты прекрасный, великий. Тебя очень хорошо чувствует. Но когда я начала читать все, весь мой путь, я взяла, и я подумала, это огромный, это огромный, это огромный, это огромный энергия, это столько действий, это великий творец. Я просто сказала, не здравствуй, это для меня, ну, то есть я уже с детства хотела быть, но мама сказала медицинский. Женечка, а только я у тебя зависаю или все зависает? Потому что я тебя так хочу слышать, а я слышу тебя через слово. А ты на Wi-Fi? Нет, не на Wi-Fi. А если вот так? Так лучше? Так лучше, да. Потому что я слышу что-то там, кусочки, но много не слышу. А вот так. Слышишь? Так слышу, так супер. Так супер. Окей. Ну, расскажи тогда мне, прекрасный творец, как ты, как ты получил эту визу? Ты же сделал что-то великое. Вот они тебя заметили в какой-то роли? Или как это было у тебя вот в ощущениях? Или ты просто загадал себе, что вот я хочу туда попасть? Я хочу получить этот грант и попасть? Да, захотел. Я тебе просто... Надо тебе чуть-чуть сначала рассказать. Давай. Потому что сначала я же учился в УЗе. Я приехал учиться в УЗ. И я просто был студентом. Оказался в США обычным студентом. Я поступил в институт имени Страсберга. Ты, конечно, сказала, что я у самого Страсберга учился, но я не такой старый. В Страсберг ты давно уже не с нами. Я знаю. Я имела в виду, что в школе у Страсберга. Да, да, да. Я имела в виду в школе. Ты просто говоришь, учился у самого Страсберга. Я бы очень хотел поучиться у самого Страсберга, потому что на самом деле это так важно, застать школу и технику от того человека, кто ее придумал. Потому что потом она же все равно уже модифицируется, модифицируется. Ученики уже дают свой взгляд на школу. Мне, конечно, повезло, потому что я учился... У меня один из педагогов была Лола Коэн. И вот Лола, она ученица Страсберга непосредственно сама по себе. То есть она его застала. То есть по большому счету я вот знаком... Знаешь, у нас есть в Ахтанговском училище есть такая штука. Вот. У вас воробушский на фоне громче, чем вы, Артем. Нет, я вас очень прекрасно слышу. Хорошо. Вот. В Ахтанговском есть такая штука. У нас в Нью-Йорке летает вертолет. Я надеюсь, что вам они не слышны. Вот. А сколько, через сколько рукопожатий мы знакомы с Вахтанговым? Вот с Вахтанговым я знаком через два рукопожатия. Потому что у меня были педагоги великие, старенькие-старенькие, которых уже многих нет, которые через одно рукопожатие касались Вахтангова. Через два рукопожатия касались Вахтангова. Вот. А со Страсбергом, соответственно, я знаком через одно рукопожатие. Даже думая, что это Лола Коэн, даже думаю, что через одно обнимашку со Страсбергом я знаком. Потому что она-то явно его точно по-мацкала, не просто потрогала. У нас, кстати, тема. Я в студии, когда я начинал, вот здесь в Нью-Йорке начинались классы. И до пандемии еще у нас такая была фишка модная, что все друг друга обнимали. Это вот была прям фишка. И я знаю, что многие парни из Нью-Йорка приходили к нам на классы, потому что ходил слушок по городу, по Манхэттену, что у нас самые красивые девчонки. А то, что самые красивые девчонки, упражнения такие, так построены на такой интимности какой-то, на интимности, что на самом деле, где вот ты так потрогаешь симпатичную девчонку, обнимешь, да еще, чтобы она тебя обняла, понимаешь? И ходил слушок, вдруг просто в какой-то момент начали парни зачастили, знаешь, зачастили-зачастили мальчики к нам. И такие, знаешь, мальчики, которые, ну явно сказать, что искусством не сильно интересующиеся. И я одного схватил и говорю, ну-ка давай, рассказывай, говорю, зачем приходишь? Причину? Да. И он так и говорит, слушай, он тогда из Нью-Джерси был, в Нью-Джерси говорят, что у вас самые красивые девчонки, вот, и что с ними очень можно здесь легко познакомиться. Ну вот. Что на самом деле правда, актерские классы очень располагают к знакомству, потому что они все душевные, еще и если там можно потрогать друг друга. О, я помню, как это было тогда на классе. Но ты была в Майами уже. Да, ты в Майами уже была. Это уже было после пандемии, насколько я помню, потому что после пандемии мы немножко переформатировали формат и убрали, вот, соответственно, вот эту такую же какую-то тактильность прямую. Но тоже стало хорошо. Так вот, что я улетел? Я улетел от Фразберга, да? Нет, не улетел от Фразберга. Мне интересно, как же ты решил вопрос с мальчишками, которые пригодили... С мальчишками, как я решил. Ну как, я им сказал, что, говорю, конечно, приходите, рассказывайте больше дальше. У нас действительно самые красивые девчонки. Так правда, у нас самые красивые девчонки в городе. Ну понимаешь, вот смотри, какой человек будет интересоваться искусством, какой человек будет интересоваться саморазвитием? Только красивой душой, понимаешь? А кто красив душой, красив и сверху, понимаешь? Это как и есть. Когда у нас в Майами вы проводили класс, ты был Аполлон, с другой стороны стоял великолепный лев, просто два красавца-мужчины, и много-много богинь, богинь, просто невероятной красоты девчонок. Ой, слушай, ты раскоснулась этого класса, я тебя... Ты захочешь, я тебе расскажу смешную историю? А вот мы с Димой занимаемся школой, и Дима, он мне говорит всегда такой, слушай, говорит, у нас нет ни одного плохого отзыва. Ну ни одного, ну хоть бы кто-нибудь какую-нибудь гадость бы написал, ну что бы хоть что-нибудь написал, что вот что плохо, что непонятно, просто все, что вот как понравилось, как хорошо. И я помню, ты помнишь эту ситуацию с тобой связанную на курсе? Да, я очень эмпатически восприняла ситуацию, и просто я пошла такая, думаю, пойду, пойду. Да, и ты, я просто расскажу, как это выглядит со стороны. Короче, Женя, красотка, пришла, занималась-занималась, занималась-занималась. Я так там, как ребенок. Да, что-то там вообще просто вскрывалась-скрывалась, так навскрывалась, объявился перерыв, микроперерыв, все возвращаются, Женя нет. Нет. Иногда так бывало. Я тогда была самая... Да-да, я просто такой думаю, а, я Митя-то говорю, Митя, говорю, слушай, все, убежал человек, все, типа середина убежал. И он такой говорит, yes, класс, наконец-то будет отрицательный отзыв. Нет, отрицательного отзыва не было. Нет, но это у меня самое раскрытие было. И я эмпатически прям все чувствую. У меня такие слезы, как потепление. Я такая думаю, пойду. Я так расплакалась. Но я как ребенок просто там так раскрылась. Это такой поток невероятный просто был. Это очень душевно слушается, это приятно. Не, ну правда, хорошее. Ты знаешь, у меня мечта есть, конечно, вскрыть Майами, потому что он для меня еще остался каким-то немножко неподступным. Вот, потому что мне кажется, что как нигде в Майами, во Флориде, где единство природы, воды, а я-то водный же вообще, океана, воздуха, рассвета, заката и вообще вот это. По гороскопу. Рачок. Ооо. Да. А 29 июня. Меня, кстати, начали поздравлять уже вчера. Думали, что 29 кто-то мая. Вот. Ну, через месяц, через месяц. Вот, и мне очень хочется сделать это во Флориде. Надо сделать душевное, хочется какое-то ретритное, хочется такое воздушное, хочется, чтобы у нас было достаточно времени. Ретритное? Да, ретритное, ретритное. Но на самом деле классная была тема в том, ты помнишь, какой зал у нас был шикарный? Ой, вообще, да. Был такой светлый-светлый, белый-белый. Я вот даже сегодня весь беленький оделся, вот, потому что такое все было воздушное, светлое, а если бы это еще было на закате, да еще если бы это на океанчике сделать красиво, ой, вообще красота. Ну, это свежее с Денисом, почему бы, да? Свежее с Денисом. Конечно, я же на самом деле просто манифестирую, просто говорю сейчас вслух, как манифестации работают. Ты должен это произнести и в это, это захотеть. Не надо ничего никого просить, надо просто захотеть и отманифестировать. Я манифестер, ты манифестер? Нет. Вот, понимаешь, вот если мы вдвоем сейчас отманифестируем, все получится. Кстати, кто не знает, про что мы говорим, почитайте. Это прикольная тема на самом деле. Это манифестер, это по дизайну человека. Да, это и по дизайну человека, и вообще это по управлению реальностью. Вот. Да. Ну, вот ты знаешь, насколько я удивляюсь, да, насколько я удивляюсь, что вот все дело, которое вот я занимаюсь, вот актерское, да, которое там, у меня же тоже трансформация. Сначала я хотел учить только артистов, вот только артистов, никого больше. Потом мне, сама вселенная мне показывала, что очень много огромное количество людей, просто людей, желающих, жаждущих, хотящих забрать какие-то инструменты. Потом появились люди в моей жизни, обычные, в хорошем смысле этого слова. Вот. И сейчас я понимаю, что на самом деле, насколько актерское мастерство, оно вообще никакое не актерское, а вообще на самом деле человеческое. И про свободу. Оно раскрывает полностью вообще человека, как творца, полностью меняя, ну как, раскрывая свободу. Например, в моем пространстве всегда есть свобода выбора и воли, да. Ну как, у тебя там вообще статуя свободы стоит. И актер, это полностью человек, который умеет перевоплощаться, он чувствует. Он, это просто... Кстати, тебе что больше нравится? Театр, кино или... Это прекрасный вопрос. Я очень люблю все. И я еще тебе больше скажу, я помимо театра и кино, мамы, папы, я еще очень люблю озвучание. Это я не знаю кто, третий член семьи. Вот знаешь, вот это такие разные искусства, они такие прекрасные. Это озвучание, это когда ты передаешь историю голосом. Когда у тебя нет никакого другого средства передачи информации, только как голосом, интонационно. Вот какой-то возможностью, да. Кстати, про актерское, чтобы сейчас закончить, я сейчас отвечу на... Ой, я тебя куда-то увез в сторонку. Сейчас, секунду, я тебя поверну. Поверни меня. Отвечая на твой вопрос по поводу того, что... Ой, улетел. А, про актерское и про эту историю, про то, как это взаимосвязано с жизнью. Там же очень интересный есть парадокс в том, что, чтобы научиться... Я сейчас сформулирую. А ты знаешь, я говорю разными языками, поэтому... Ты знаешь, это вопрос... Нет, нет, я просто ищу, даже подбираю слова. Вот чем... Вот актерское мастерство, по большому счету, это обман. Правильно? То есть, как бы мы, по большому счету, обманываем. Ну, в хорошем смысле этого слова. Мы берем чужой текст, мы прикидываемся людьми, которыми мы не являемся. И так искусно это делаем, что другой человек, он в это верит, он обманывается этому. Здесь все играем в роли. Мы играем в игры каждый день. Даже сейчас мы играем в игру. Конечно. У нас условия есть, понимаешь? Мы друг друга слушаем, например. Но вот я тебе хочу сказать вот такой парадокс, что... Чем актер будет честнее, тем он лучше обманет. Вот чтобы хорошо обманывать, нужно быть очень суперчестным. Ты знаешь, даже не то, что суперчестным, еще и естественным. Потому что актеры из списка A, они настолько все естественные. У них вообще вот нету... То есть, очень... Такие... Ну, это... Я не знаю, как тебе это объяснить. Это, на самом деле, такая высшая математика. Высшая математика, на самом деле. Потому что это такое огромное количество всяких формул, которые ты, если ты предрасположен к актерскому мастерству, тебе они легче даются. Да, вот у нас приходят ко мне заниматься иногда ребята. Они вообще не хотят актерства. Никаким образом быть связанным. Они просто пришли для себя. Может быть, так время сошлось. А может быть, так. Но у них есть такая классная природа. Вот знаешь, вот такое слово природа. Вот они говорят, и ты им просто вообще веришь в эту же секунду. Вот они выходят на сцену, и они суперестественны. Другим, например, нужно тратить большое количество энергии для этого, чтобы быть такими. Вот. Поэтому это такая... Это вообще, конечно, дар. Это такая высшая математика. Но самое классное, что если ты научишься это делать с ролями, то ты сможешь управлять своей жизнью. Потому что мы так же... Ты не делаешь. Да. Мы так же общаемся, знаешь, мы так же там что-то там взаимодействуем, мы что-то хотим, ставим какие-то цели, их достигаем. Очень интересно, на самом деле, очень интересно. Я вот тебе сброшу одно видео, если ты не видел. Знаешь же, актера Демчук. Да, конечно. Вадим Демчук, да, я знаю его. Он на Бали открыл свой ретритный центр актерского мастерства вместе с ретритными всякими вот такими техниками, практиками, которые на уровне... Вот как я делаю с медитацией. У Листра, кстати, есть эта техника с белой комнатой. И сейчас ее все берут к себе в медитацию, чтобы наполнить эту комнату в медитации всем-всем-всем, что помогает людям. Так вот. Это правда, это правда. Я вижу тебя, я увидела тебя, вообще твою команду именно вот в какой-то такой концепции, как это сделали ребята там на Бали. Я так еще подумала, у нас тут Майами есть. А вот ребята у нас вот есть, есть команда ребят, которые могут такую же штуку провернуть здесь. У нас, в Майами. На самом деле, на 100%, даже я думаю, еще лучше. Ты знаешь, в Майами есть какая-то связка личностная. Я очень верю в то, что, знаешь, вот у тебя должно быть какое-то личное желание и тяга туда. Вот у меня с Майами, с Флоридой такая же штука есть. А там, в Майами, мы будем делать ретритное направление. Я расскажу... Нет, я должен выходить на ретритное направление. Ну так давай его сделаем, и мы все там будем, как говорится, знаешь. Ты серьезно? Потому что если ты сейчас это так скажешь, я же начну это манифестировать. Конечно. Так я же тебе для этого и говорю. И, кстати, если вдруг у нас есть еще кто-то майянский, кто сейчас слышит, у кого отзываются, давайте вместе соединимся, потому что это самое будет ценное. Так вот, я тебе хочу рассказать про ретритное направление и как раз о том, что оно мне оказалось не чуждо вообще, а даже очень близко. У нас тут в Манхэттене есть недалеко несколько штатов. Нью-Джерси, Филадельфия и прочее. И там есть горы. И вот есть одно направление, покона, которое очень популярно, это как раз для ретритов. И меня одно время начали приглашать на всякие эти ретриты, вести свои какие-то направления. То есть я, например, забирал полдня одного дня, полдня второго дня полностью на свои какие-то техники. Учил там людей. И знаешь, и так это было интересно. Я мог там начать делать то, чего я не делал, например, не могу делать в классе в Манхэттене. Например, в классе в Манхэттене я не могу рассказать людям, как слушать лес. Или как ходить по траве. Как сердце. Понимаешь? Да. Или как вообще соединяться с природой. Потому что... Ты понимаешь, с кем ты сейчас говоришь? Я же проводник. Рассказывай. У меня настоящий преподаватель, учитель медитации. Ну то есть я этим занимаюсь много лет, больше десяти лет. То есть ты попал сейчас в такую точку. Я сейчас сижу, и у меня вот как будто бы какой-то инсайт пришел сверху. Слушай, хочешь прикол про медитацию? Я когда начал вообще придумывать всю систему... Я, кстати, придумал ее по пути, летя на Сахалин в самолете. Это был, наверное, год 2000, наверное, может быть, 2013-2014. И все это началось. Так вот. Я когда придумывал эту систему, у меня всегда в классе есть большой блок релаксационный. И релаксационный блок, он очень разный. То есть ты его можешь так всегда модифицировать, ты его можешь всегда так классно закручивать по цели. И он настроен на то, что ты вводишь людей в определенное трансовое состояние. Да. Гипноз там все вместе. Трансовое состояние. Я еще не разговариваю. О, привет, нейрографика тоже у меня есть. Вот. И ты вводишь людей в это состояние, и потом, соответственно, выполняешь определенный набор действий, который необходим. Например, в контексте актерского класса, например, физическое расслабление. То есть расслабление мышечное, чтобы мышцы тебя не блокировали на уровне твоих желаний, на уровне вообще твоего тела. Потому что все начинается с телесного зажима всегда. Вот. И многие после того, как... У меня, кстати, это неплохо получалось. Ну, потому что я как-то так транслирую, транслирую, знаю, что говорить. Всегда говорю от людей, которые приходят, никогда не пишу их заранее. То есть говорю то, что говорится в момент, когда группа лежит. Лежит. Они лежат обычно в этот момент. И мне... У меня есть такое упражнение, называется рефлексия. Рефлексия. После каждого класса записывают люди видео. И вот начали записывать эти ребята видео, и я слышу постоянно. Ой, а мне так понравилась эта медитация. Ой, а можешь повторить, пожалуйста, эту медитацию? Ой, а можешь вот эта медитация была такая шикарная? И я говорю, ребята, ребята, стоп, стоп, стоп. Я говорю, я с вами никаким медитацией не занимаюсь. Я говорю, я вообще никакой эзотерикой не занимаюсь. То есть мы занимаемся с вами актерским мастерством, это система, в ней есть методика. Мы так обучаем артистов, все нормально. Никакой вообще никакой эзотерики, никаких этих карточек. Вот. Все только чисто метод. А потом, смотри, а потом про это, я просто заканчиваю с этой историей. А потом я понял, что люди все равно продолжают называть это медитацией. То есть, по сути, те релаксационные техники, которые ты даешь, это были медитативные техники. Поэтому я думаю, что мы с тобой в этом плане, видишь, на каком-то коннекте. Рассказывай тебе про свои карточки. Ну вот, а что у меня про карточки? У меня карточка, у меня только чуть-чуть есть. На самом деле, я очень хорошо разбираюсь во всех техниках эзотерических и научных, потому что я начинала от такого учителя, ну я его называю учителем, Таджо Диспенза. Он занимается исцелением людей через нейронные связи, через погружение. Прямо это такая вибрация, которая реально поднимает людей из очень тяжелых состояний, которое, потому что он сам пережил, когда-то у него был парализован спинной мозг, и ему говорили, что после операции 50 на 50, или ты встанешь, или нет, соглашаешься на операцию, или нет. И он тогда просто лежал пластом, к нему приходили просто люди, друзья, а он сам хиропрактор. И он понимал, что надо что-то делать. И вот тогда он ушел в очень глубокую медитацию, и он изменил свое через медитацию, через свои нейронные связи, расслабление полностью, исцеление, вот это поточное. Он исцелил свой позвоночник, и сейчас он помогает людям. Но он это объясняет с точки зрения науки. У него даже есть своя школа, которая голос, ну через голос он помогает людям, тоже этому, он учит этому, и люди это несут в массы и помогают другим людям. Поэтому у меня все вот началось с этой сначала темы, потом уже пошли разные. Я, кстати, вот в эту тему, извини, что я тебя перебил, вот, кстати, вот эту тему, что кто-то через голос приходит, кто-то приходит через тело. Я, кстати, в нее очень верю, и тоже у себя использую. Я не знаю, была ты в Майами у меня или нет, делали мы в тот раз, когда ты была или нет. Вот я привозил несколько классов. Один я привозил по вниманию, другой я привозил по телу, и третий по голосу. И на самом деле те, кто ходили туда, вот на все, это на самом деле путь, вернее, как цель одна. То есть мы идем к одному результату просто с разных сторон. И это действительно так. Кому-то легче зайти через голос, например, к свободе, кому-то легче через тело зайти, а кому-то через сознание. И это очень... Вот и с телом тоже. Да, это прикольно. Потому что с тела все начинается с наших эмоций, с наших паттерн. Прикольно. Видишь, как у нас с тобой похоже. Я, видишь, не знал... Ну, я вижу так в Инстаграме немножко, чем ты занимаешься, но не знал вот так плотно твои. Видишь, как у нас совпадает. Прикольная тема. Я не только начала заниматься, а активно два месяца как. И так проявляться начала два месяца как. Но вот, видишь, как... Я искала ответ. Мне очень... Мне нравится методика Ли Страсберга. Он свои вот эти все уроки, да, он проживание... Вот то, что я делаю в медитации проживания, он это делает с ребятами. Ну, не он, а в смысле его техника. Давай поболтаем про нее. Давай про нее поболтаем. Она интересная. Вот. Давай. Она вообще... Он как бы сделал такую технику, когда люди... Например, вот ты знаешь технику чашка кофе? Конечно. Капов-ти, конечно. Конечно. Да, запах. Да, да. Что ты видишь, представь. Да. И когда люди это делают в медитации или вообще манифестеры, как мы с тобой любим поманифестировать, поафирмировать себе что-нибудь, мы это можем из будущего притянуть, вот как с чашкой кофе. Представь это все прямо, вот запах, вкус, где птички там, где окошко открылось. И вот Ли Страсберг, я считаю, что он какой-то вот был интересный такой персонаж, может, и изотерик, но он просто людей раскрывает, он их распаковывает вот этими техниками. Слушай, ну, у меня есть очень интересный, ввиду того, что я закончил институт его, и я сильно глубоко погружался, там, два года почти в Страсберга, я тебе могу порассказывать про него вообще, как это все началось, на что там главный фокус, немножко со стороны такой, может быть, даже не эзотерической, а как раз со стороны такой актерской. Давай актерской. Во-первых, ну да, во-первых, это все есть у Станиславского. Если кто не знает, это все есть у Станиславского. Чего сделал Страсберг? Вообще, этим, ну так, в хорошем смысле, грешат все американские техники. Они, каждый из американских техник, они взяли какой-то кусочек Станиславского, и его просто вот очень жестко вот так, как бы вскрыли, раскрыли, проработали глубинно. У Станиславского одна из первых тем в его системе звучит как память чувств и чувство памяти. И это вот эта очень интересная тема, которая на самом деле Стасберг про эмоциональную память начал расковыривать и ковырять. И на самом деле доковырялся до очень классных моментов. В чем система вообще Стасберга построена? На том, что мы обостряем свой чувственный ряд, мы активизируем все, мы активизируем все, 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 все моменты, которые связаны с памятью наших чувств. Сначала учимся их активизировать. Я, кстати, это активно очень использую в своей работе. Активизируешь органы чувств, и потом ты начинаешь через, вот есть так называемые здесь и сейчас органы чувств, вот это момент, сила момента вот этого, да, Эдхартоль, вообще все вот это, осознанность и прочая штука, которая на самом деле как soft skills сейчас просто всем необходима, особенно, когда мы все бегаем и бежим от себя, а нам нужно бы остановиться, заземлиться, остановиться, почувствовать, ага, а чем пахнет одежда, а что, а чем пахнет рука. А я вот даже сегодня себе для настроения, у меня есть такой классный эфирно-маслица, такой цитрус-близ. Я его даже себе сейчас накапал для настроения, я его очень люблю, там, грейпфрут, мандаринка, знаешь. Я сделала то же самое перед тем, правда, у меня какао-баттер. Ну, видишь, каждый взял свое любимое, вот, как раз для того, чтобы вернуться здесь сейчас, как раз, чтобы я, знаешь, чувствовал запах, и он меня возвращал сюда здесь сейчас, чтобы не забывал, о чем мы здесь собрались с тобой болтать. Так вот, а дальше он начал заниматься такой, такой, Страсберг, если кто присутился только что, он начал заниматься вопросом эмоциональной памяти, то есть как эти чувства работают в контексте наших воспоминаний. И докопался до того, что, оказывается, наши воспоминания хранят очень сильную эмоциональную память. Что такое? Вот, например, если вспомнить, я про себя скажу, например, запах сирени, то я сразу улечу в Вологду, я сразу улечу в лето, когда мне было несколько, как там, мало лет. И я вспомню, что, как это было ощущение. И вот это воспоминание, оно как цепочка тянет за собой другое воспоминание. Это получается цепочка воспоминаний. Вот на этом как раз основана вся актерская техника Страсберга. Как это используется в актерском мастерстве? Есть такое понятие, например, когда тебе нужно что-то сыграть, например, какое-то, наверняка в силу твоего опыта, актеры обычно такие люди очень эмпатичные, они весь свой опыт и хороший, и плохой очень помнят. То есть помнят и хорошее, и плохое. И вот это все, оно где-то хранится в тебе. И когда ты берешь какую-то роль, в роли обычно 25-28 сюжетов, если кто не знает, они все повторяются из раза в раз, наверняка это чувство ты в своей жизни испытывал. Вот по Страсбергу очень важно вспомнить, когда ты испытывал чувство предательства, например, как эта история, когда это было в твоей жизни. И через релаксационную технику, слэш-медитацию, можно погрузиться в этот момент. Истерить. Улететь в этот момент и начать расковыривать, знаете, как по пазлу собирать этот момент. Это потрясающе работает история. Как начать, как быстро улететь в тот самый момент? У Страсберга есть потрясающая техника. Он говорит, начинайте вспоминать все по органам чувств. Вот в тот момент, когда вы испытывали предательство, на чем вы сидели, какой материал был, какого материала касался ваш локоть, если вы в какой одежде были, как эта одежда прикасалась к вашей коже, как вы это ощущали, чем пахло в тот момент, какую ассоциацию вас выдвигало, что, а что было вокруг, а где была дверь, а где было окно, откуда падал свет, а свет этот проникал сквозь вас или он застревал, например, на шторах, как он принимал, то есть ты начинаешь воссоздавать это все по фрагментарно, по фрагменту, по фрагменту, и тем самым ты невольно оказываешься в моменте здесь и сейчас, в моменте там и тогда. Это потрясающе работает. На самом деле для тех, кто, например, любит манифестировать, для тех, кто любит загадывать желания, абсолютно ровно так же работает и с будущим. Что такое желание по большому счету? Ой, сейчас классную тему, сейчас расскажу, поток идет. А если вы хотите загадывать желание, вам нужно не мечтать, не желать об этом, как бы было здорово, а погружать себя в тот момент, когда у вас это уже есть, и знать, как это ощущается. Кстати, кто читал книжку «Секрет», я читал ее, ничего не понимал, но он на самом деле говорит, автор, очень хорошие вещи. Он говорит про автомобиль. Вспомните, как пахнет этот салон из будущего. Вот это классная формулировка. Вспомните, как пахнет салон, вспомните, как ощущаются руки на этом кожаном руле. Вспомните, с какой силой вам нужно переключить коробку передач. Вспомните, сколько нужно усилий для того, чтобы нажать в вашем Бентли на педаль газа. И это на самом деле так и работает. Это очень интересная тема. Так вот, по большому счету, актерское мастерство, которое ты учишься, можно использовать и для заманистирования, и для загадывания желаний. Классные рекламные предложения, рекламный оффер. Я думаю, что да. Многие хотят научиться, а мы можем научить с тобой. Это мы можем. Знаешь, я что сейчас вспомнила? Мультик «Рататуй». Помнишь про мышку, которая готовила шутболу? Мой любимый мультик, обожаю. И вот вкус детства, они что сделали? Они приготовили «Рататуй», и этот дяденька скушал и вспомнил себя маленьким. Вот про что Станислав. Конечно, конечно. То есть у поваров. Повар может погрузить в такое что-то невероятное, просто это будет бомба. То же самое. Да-да-да. Ну, слушай, если копаться дальше, тут есть такой момент еще, что я, например, не совсем согласен со Страсбергом. Он классный в моменте подготовки к роли, но в контексте перформанса роли он слаб, например. Слушай, ну у нас все... Вот я, например, почему за всех помогающих специалистов я так называю? Всех. Начиная от актеров, заканчивая психологами и всеми остальными. Почему? Потому что каждый специалист в чем-то. Вот может быть актер комедии шикарнейший, а в драме, ну вот... А может быть универсал. Это прекрасно, когда универсал. Но когда получается что-то одно очень классное, это замечательно. Конечно. Ну, хочется быть универсалом. Да, ну, с другой стороны, знаешь, вот этот момент такой классный, знаешь, в какой-то момент понимаешь, что и не хочешь быть всем. Вот вначале хочется всем, а потом понимаешь, что на самом деле и классно быть в нише. Ниша – это дает тебе возможность углубиться. Ниша тебе дает возможность, знаешь, глубже проработать какие-то моменты и помочь людям более глубинно, нежели когда, знаешь, я могу помочь во всем, во всем, во всем. Вот. Слушай, нам там пишут какие-то вопросы, да? Кстати, ребят, если вы нас слушаете, если у вас вдруг какие-то вопросы, задавайте вообще. Поболтаем. Да, тут задают вопрос. Эта память может идти через поколение и в опросительный знак. Это классный вопрос. Ну, я думаю, что если верить в это, то, что вы помните прошлые жизни генетические, то, конечно, идет. А если не верите, то, конечно, не идет. Я верю. И я. Да. О! У нас еще один совпал. Да. Это, слушай, я не знаю, ты меня сейчас так зарядил, вот этой идеей о ретрите в Майами. Так давай. Я тебе серьезно говорю. Интересно. Знаешь, чтобы это были и актеры, и ребята, и девушки, и это с медитацией и всем остальным. Да, не обязательно должны быть актеры, это должны быть люди просто желающие. Вот знаешь, вот есть актеры желающие, и с ними круто, а есть актеры, которые ни хера не хотят, и с ними вообще не круто. Они вообще не мобильные, в плане того, что они, знаешь, они такие... Я понимаю, потому что я блогер такой. Я за желающих. Я за желающих. Я вот блогер, который просто делает. Вот как у меня получается делаю, потому что я делаю от души. А есть блогер, который будет вот, ну, ну, то есть я понимаю, как ты говоришь, а есть актеры, которые вот они... Давай и это, и это попробуем, и это. Ну, ничего, если я провалился. Ну, провалился, в следующий раз не провалился. Конечно. Конечно. Слушай, это такая... Ну, актерская профессия учит вот этому, знаешь, спокойствие к поражению. Это такой классный навык, потому что, ты знаешь, я вот сейчас преподаю уже много, и огромное количество людей через меня проходит, и вот то, что я слышу от людей, то, что у многих есть проблема в том, что они не знают, как быть с поражением. Они боятся его, самое главное. То есть они даже не начинают дело, потому что они боятся поражения, и даже если поразятся, их это как-то выбивает. И я думаю, ой, нифига себе, оказывается, и бывает и так. У меня есть техника, которая с этим помогает работать. У меня есть специальная, реально, техника, которая помогает справляться с этими страхами на уровне проявленности. Я тебе потом расскажу, но это я просто так вот. Да, ну, слушай, ты знаешь, я думаю, что нас просто так приучили работать на результат. Мы настолько готовы, мы настолько готовы положить жизнь ради результата и настолько не готовы наслаждаться здесь и сейчас процессом, что это, конечно, беда. И я даже бы больше, наверное, работал не над тем, как им с этим побороться, нежели как перестать так думать. Потому что на самом деле классно. Это перепрограммирование. Да, да. Классное мышление. Это посложнее, это посложнее. Это знаешь как? Так я этим занимаюсь, как раз у меня про это курс, про перепрограммирование наших, как мы думаем. Это же все мышление. Ты заметил вообще разницу между тем, как думают американские люди и наши люди? Потому что у нас были разные опыты, ну, всякие, но все равно американцы, они более открытые, лояльные. Они такие вот, знаешь, всегда оу, это красиво, оу, это красиво. Вот такие вот они приятные. У них есть свои вопросы, но они вот какие-то другие. Ты знаешь, какое мое наблюдение? Знаешь, какое мое наблюдение? Я буду одеваться потихоньку, потому что уже в Нью-Йорке похолодало. в том, что путь к сердцу у всех сложен. То есть вот путь к сердцу американцы и путь к сердцу русского человека, он не прост, но он не прост разными методами. Американцы легко пускают вначале, к себе подпускают, у них с границами чуть по другому отношению, но не на глубоко. Вот. Глубины тебя не пустят, тебе нужно заслужить момент, чтобы они тебя пустили глубже. А с русскими наоборот. Русские долго не пускают, но если уже пускают, то пускают нормально. Сейчас я отключусь, ты пока говори про свой курс рекламировать. Рекламировать я как есть. Я на самом деле вышла рассказать, ну как, я хотела провести разбор. Окей, я пришла рассказать разбор. Я хотела сделать разбор твоей онлайн-школы, продвижение твоего, именно твоей академии онлайн. Я тебя не слышал, если ты не говорил, что... Хорошо, но я потом твоей команде передам эти знания, если им будет интересно. Продай нам курс уже. Так. Вернулся? Вернулся? Я, да, я, да. Я все слушаю. Уши у меня... Уши у меня... Не дай потеплеть. Чуть-чуть. Кстати, смотри, классная какая-то тема. Про наш мерч. Это же наша форма. У меня очень долгая студийная, тут написано, видишь, что... Артем Лусков, Fetting Studio. Вот. Я про наше, это с вами студийная. А у нас была форма, ну и она есть на занятиях. Я вообще верю в такую штуку, что если, когда ты приходишь заниматься чему-то новому, и когда ты учишься чему-то новому, вот нужно физически, повседневно себя снять на физическом уровне. Тебе нужно что-то с себя снять. Я, например, всегда прошу снять обувь на классах и надеть на себя что-то новое. И вот для этого вообще смысл вот этой формы, что ты с себя снимаешь вот эту футболку, в которую ты пришел, надеваешь новую, и ты таким образом физически надеваешь на себя новое знание. Я, кстати, в это очень верю. Так вот, у нас всегда форма была черная, потому что у меня всегда был такой, ну, типа, театр, театральная техника, такое все темное должно быть, такое, знаешь, как бы нуарное. А потом, когда я начал уже заниматься плотно, я просто понял, что на самом деле вот эти первоначальные уровни еще не театральные, когда мы еще не учим актерское мастерство, по большому счету занимаемся такой практической психотерапией, поиском себя, свободой, раскрепощением, она такая техника очень воздушная. То есть, я даже, например, спросил себя, вот если бы я фантазировал, какую бы я, в какой бы локации я хотел, чтобы это происходило, я такой думаю, ой, это должно быть воздушное, должно быть много дневного света, это должно быть вот так. И у нас никогда не было светлой формы. А тут, бас, мне присылает фирма, которая нам делает мерч, она такая говорит, слушай, появились белые худи, и типа мы... Ты перешел на светлую сторону. Ну, я тебе так, я по воскресеньям на светлой стороне, а по средам вечером на темной. Вот. А у тебя баланс, да? Баланс. Да, да, баланс. Конечно, конечно, куда же, куда же. Я же артист, мне же нужно туда-сюда балансировать. Вот. И пришла худи, короче, они говорят, у нас белые худи, мы вам сделаем инвертный логотип и просто все, давайте посмотрим. И, короче, они присылают. Мне она так стала нравиться, я такой думаю, какая хорошенькая. Я бы лого чуть поменьше бы сделал, вот чисто так, чтобы было, лучше смотрелось. Но вот с точки зрения, что она светлая, то, что так, знаешь, я даже хожу по Нью-Йорку и так, я думаю, давай продадим твой мерч, твою кофточку. Мне пришли такую кофточку, я буду ходить с ее на треклайне. Легко, я тебе скину ссылку на Spring, на компанию, которая занимается, и ты там можешь заказать. Вообще, я тебе дам скидку студенческую 25%. Вот, закажешь по студенческой скидке. Вот. И... Ладно, я скидки, скидки, я скидки нет. Ну, окей. Но все равно. Скидки классно. У нас, кстати, в школе скидок нет. Мы, например, их убрали полностью. Потому что я верю в такую штуку, я верю в такую штуку, что узнание должно быть большое value, да, то есть должна быть большая значимость. Это энергетически по-другому. Это расширение. И ты абсолютно права, потому что ты абсолютно права, знаешь, и нам это очень много раз уже доказывало, то, что когда ты даешь скидку, человек, что-то обязательно к тебе пойдет трабл. Человек недооценит, не проценит. Ну, короче, там какая-то произойдет такая штука, которая не даст ему возможность забрать это знание целиком. А вот человек, который заплатит по полной программе, он заберет оттуда максимум. Вот это какой-то парадокс. Это не парадокс. Это обмен. Тебя не слышно. Это взаимный обмен. Это так работает вообще энергия приятия. Люди, которые вложились во что-то, вот мы вложились во что-то, и мы это уже ценим. Нам с этим не хочется расставаться. Мы хотим получить полное знание. Мы хотим получить по полной цене. Я туда много денег положила, положу, и я хочу это знание иметь. А когда это, ну вот, ну так работает вообще. Да, это сто процентов. Слушай, это это те знания, на самом деле, которые стоят дорого, и они должны стоить дорого. Извини, когда я прочитала по-настоящему твою биографию вот всю вчера, то есть я прекрасно знала, что ты актер, режиссер, что ты там продюсер, что у тебя своя студия в Нью-Йорке, в Манхэттене, я это все знала, но когда я прочитала вообще все, что было, все твои вот эти перечисления, институты, вот эти все, я села и подумала о том, какой огромный опыт, сколько ты сделал, ну мало того, что действий, энергии, но сколько ты для этого сделал шагов, и ты в этом был, и ты в этом присутствовал, это огромный, ну, то есть ты вложил столько своих, своего времени туда, и теперь это знание стоит, ну, то есть это знание стоит очень это на самом деле, это на самом деле сто процентов так, и спасибо тебе большое, что ты это упоминаешь, упоминаешь сейчас, потому что я сейчас над этим работаю, потому что у меня есть такая глобальная штука, я долгое время, вот даже если ты спросишь моих студентов здесь, которые не читали, они не знают, знаешь почему, потому что я им никогда в этом не говорил, и у меня есть такой момент, что я почему-то, то ли может быть это из нашего образования, и надо посмотреть с самого начала это видео, они тогда узнают, кто ты на самом деле. Хорошо, вот, я просто, ты знаешь, у нас есть такая тема, что нам как будто стыдно про себя рассказывать, и стыдно рассказывать про свой опыт, стыдно, знаешь, как будто ты хвалишься, и у меня такая тема есть, и я на самом деле ее активно прорабатываю, потому что это очень мешает здесь, потому что когда американцы, например, узнают о тебе какой-нибудь факт, географии, они такие говорят, они делают такие глаза и говорят, вау, почему ты об этом не рассказываешь? Если бы я свой опыт тоже рассказала, то то все-все бы обалдели. Видимо, надо рассказывать, видишь? Видимо, надо рассказывать и видимо, надо пути к этому. А мне проще за других людей просить. Мне проще, я за другого пойду, всегда попрошу, расскажу. А вот про себя как-то я так, знаешь... Либо надо искать такого импресарио рядом с собой, вот знаешь, кто вот реально любит, вот знаешь, чтобы человек ловил кайф от того, что он рассказывает о другом. Ну вот я кайф ловлю, я тебе рассказываю, я кайф ловлю. Спасибо. Ну все, буду тебя брать на все тусовки. Буду подходить, молчать, а ты говоришь... А я буду тебя с сториз снимать. Так я сториз тут снимаю. Да-да. Вот. Синдром самозванного обесцения своих регалий. Это 100%. И это вот я сейчас работаю с коучем. У меня подруга, она сейчас учится на коучинге. Она мне сказала, говорит, слушай, хочешь за отзыв там или за донейшн, вот просто несколько сессий, просто как практику. И я никогда не работал с коучем в своей жизни. С ней вот работаю уже третью сессию. И ты знаешь, так интересно. Я вот навскрывал вот этих систем, почему вот обесценивание вот своих, как Сережа пишет, своих регалий, синдром самозванца. Думал, откуда он у нас таится в себе. Я раскопал очень интересную тему. Может, она сейчас не будет не в тему, чтобы я сейчас не рассказывал про это, но отдельно, может быть, какой-нибудь пост напишу. Это все связано на самом деле с нашим детством. Это так все приучено. Там очень интересная тема была. Я как-нибудь про нее расскажу. Там что-то нам еще писали. А, у вас школа для русскоязычных или англоязычных классов тоже есть. О, давайте про английский язык расскажу. Я когда подключился к тебе, ты классную тему рассказывала про то, что... Но я на английском говорила, что заинтересовать мою англоязычное подписчиков, чтобы они знали, куда обращаться. Да-да-да. Что на английском языке на самом деле непросто. Вот даже если ты как бы вроде говоришь нормально по-английски. Ну, я нормально говорю по-английски. Я не суперчеловек в грамматике, но что самое главное у меня есть? Свобода. Свобода в языке. То есть я не чувствую никаких зажимов, когда я на нем говорю. Да, я говорю наверняка на очень простом simple какой-нибудь, basic английском. Не важно. Важно, что нет затыков. Что я свою мысль докладываю полностью. Но при этом, при всем, у меня, например, была огромная проблема. Ты тут с нами? Тут, я тут. Ага. А ты что-то начала пропадать. У нас была такая большая проблема, что я очень долго не мог начать на английском языке. Хотя я был уже готов. Я понимал, что я все знание свое готов передавать. Я только началась. Иногда стесняюсь еще на английском. Это нормально. Нормально. Преодолевая это. На самом деле все классно. И очень сложно оказалось то, что энергетически эти классы доводить информацию. Но на самом деле отзвук был очень хороший. Поэтому, отвечая на вопросы, которые есть, они есть и на русском, и на английском. Но как я делаю обычно? Если собирается группа, если хотя бы один человек в группе американец, класс становится автоматически на английском. Если собирается группа и все русские, ну, конечно же, я не буду же играть в дурачка. Я сейчас буду преподавать на английском, когда все русские, все прекрасно понимают. Конечно же, я понимаю, что на русском я информацию донесу точнее. Я ее донесу более, наверное, литературным языком. Более, наверное, образно. Используя больше количества образов и символов, что очень важно как раз в этом деле. А американцы делают мне другой комплимент. Знаешь, какой? Они мне всегда... Они выходят такие после класса и говорят... Обычно у меня актеры американцы. Они такие говорят, слушай, я, говорит, брал актинг в колледже. У нас был такой душнило. Он так много рассказывал обо всем, чего, знаешь, говорил, 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 говорил. Я его слушала, ни черта не понимала. А ты, говоришь, так просто и так понятно. Я говорю, так я по-другому не умею. И она говорит, слушай, это шикарно. Это именно то, что нужно. Нужно, чтобы ты говорил мало и по делу. И чтобы оставлял время для практики. И я потом думал, вот как классно вот этот свой комплекс развернуть в плюс. А еще знаешь, как в плюс можно развести? Ну, в моей технике прикольно это работает, потому что все же знают, что база это Станиславский. Станиславский русский. И когда они приходят, они видят, слышат твой акцент русский. И они такие, думают, о, они к Станиславскому ближе. Что есть правда. А они вообще знают, как бы, американцы знают Станиславского? Артисты, конечно. Ну, артисты понятно, а вообще люди. Люди мало, люди мало. Но у меня так интересно, у меня в основном американцы, в основном артисты приходят. Угу. На английском, да? Угу. Я вот начал на английском вести с января. Угу. То есть, с января... Ну, слушай, тогда тебе нужно делать еще и отдельный англоязычный инстаграм тоже. Да, да. Да, я знаю. Потому что, ты знаешь, я вот хочешь поделюсь с тобой, может быть, кому-то еще тоже будет полезно. Вот у меня есть инстаграм Лысков Студио. Угу. Он изначально был органически собран на... Я вот, кстати, этим очень горжусь. Он органически. Там нет ни одного человека, приведенного каким-то образом сторонним. Это органически набраны все тысячи там восемьсот девяносто человек. То есть, они пришли, прочитав, увидев, ну, каким-то образом им захотелось присоединиться. Вот. И эти люди все были органически собраны на русском языке. И когда мы решили делать классы на русском и на английском, мы думали, окей, хорошо, значит, нам нужно уже начинать делать инстаграм на английском. Мы начали делать на английском языке, перевели наш основной аккаунт на английский язык, и мы попали. Потому что все люди, которые органически пришли на русский язык, они пришли на другую ментальность, не на язык. Они пришли на другую... Ну, вот крючок, скажу такое слово, хук. В английском оно лучше звучит. Вот хук для них был. Это как бы вот какой-то цепляющий момент. Крючок просто по-русски звучит плохо. Вот цепляющий момент для русских, он в своей ментальности. Он, например, про боли, он про то, что какие-то люди стремились, у них было желание, и они стремились, и они его нашли. Вот, то есть, их крючок, который заставлял оставаться, это полезность какая-то. То есть, такая ментальная, наш очень ментальный крючок. А вот американцев этот крючок уже не хватает. И для американцев нужен совершенно другой инстаграм, с другим может быть визуальным рядом, с другой системой подачи информации, опираясь уже на то... Американцы любят очень четко, я по рилсам заметила. Наши русские в рилсах обожают истории. А американцам надо три слова, сделай это, это это и у тебя получится. И они сразу урааааа, а рассказываешь им истории... Я тебе, на самом деле, могу рассказать почему. Потому что в Америке есть такая тема, даже если вы почитаете... Птички прилетели, привет! Даже если вы почитаете, например, какой-нибудь учебник по актерскому мастерству американский, он будет выглядеть, скорее всего, в формате таком. Чтобы сыграть это, сделайте. А, Б, Ц, Д. Там есть четкий чек-лист, что ты должен сделать. А какой контрольной работой? У них все контрольные работы. Выберите пункт А, Б, В. А у нас контрольная работа. Нужно знать всю тему там. Надо сдавать кучу знаний. Это ты еще из старой школы, из моей любимой. Сейчас в школе тоже тесты современные. Они уже ни черта не знают. Я еще оттуда. Из тех лет. Ну, ты еще из тех лет, как я смеюсь, когда нас вызывали к доске. Да, когда нас вызывали. А что, сейчас не вызывают к доске? Слышь, как я отстала? Нет, я не отстала из современной. У тебя есть племянники? Племянники или племянницы? В России где-нибудь? У меня просто есть, я просто от них знаю все это. Да. Ребят, я слышал, у вас какие-то вопросы есть. задавайте, потому что у меня осталось 5% на телефоне. Я боюсь, что нас вселенная просто в какой-то момент вырубит просто. Нет, я оставлю этот эфир. Я этот сохраню. Ты что? Нет, я к тому, что если вдруг вопросы какие-то есть, у меня есть 5% зарядки, чтобы на них ответить. У меня есть еще куча всяких разных вопросов. Я тебе потом лично напишу, что там у меня идет по потоку. Хорошо. Я тебя очень благодарю за это общение. Оно у нас пошло, вот именно как пошло, потому что у меня заготовлено, у меня 3 листа, я написала, что я хотела сказать, с чем я хотела поработать. Давай сделаем серию тогда. Давай сделаем серию. Серьезно, можем сделать серию. Почему бы так? Давай сделаем серию. Если не касается актерского моего мастерства, то мы можем с тобой сделать с другого аккаунта. И с другого аккаунта еще и на английском можно сделать тоже. На английском это когда я заведу тогда другой аккаунт английский. Ты почему нет? Конечно. Потому что самое большое количество людей, которое пришло органически, я, кстати, тоже вдруг кому-нибудь лайфхак нужен, очень круто люди приходят с прямых эфиров, ежедневных. Они должны быть постоянные. Когда я делал в пандемию ежедневные эфиры, я набрал очень легко аудиторию. Но эти эфиры должны быть полезны. Они должны нести в себе какой-то ключ. Я давал уроки. Просто вот от начала до конца часовые, ежедневно уроки давал. И люди на них подписывались. Я сейчас это самое начала делать. Да. Начала делать на русскоязычном аккаунте как уроки. И я теперь наблюдаю, как это у меня. Да. В общем, короче. Если хочешь, давай заведем английский аккаунт, и будем разговаривать по профессии на английском языке. И тогда люди, может быть, такие это придут. Есть такие вообще прецеденты. Понимаешь, я пишу фэнтези книгу. Я понимаю, что актерство меня раскрывает саму как личность. Поэтому я очень люблю твои техники и практики. И я восхищена. Я помню, как я тогда в ребенка просто превратилась. Я погрузилась просто в такого ребенка, который прыгает как маленькая. Я представляю, как это со стороны смотрелось. Но ты умеешь погружать вот в это состояние, когда... Это правда. Ты волшебник. Волшебник. Спасибо. И ты знаешь, я... Почему мне легко стало слушать это? Потому что я понимаю, что я в хорошем смысле провожу. Я просто проводник. Ну, я тоже проводник, только по-другому. Меня просто... Ну, я здесь, видимо, чтобы... Я энергии проводник. Да, чтобы провести знания, энергию. Поэтому спасибо тебе большое, если это вызывает такой отклик. Это так. Потому что я делаю от души. Я верю в такую штуку, что... Когда мы делаем от сердца и с любовью. Нужно вообще окружать себя людьми, которые что-то любят. Вот нужно гулять по Нью-Йорку с тем человеком, который обожает Нью-Йорк. Нужно ходить в театр с тем человеком, который обожает театр. Нужно смотреть и закат с тем человеком, который обожает смотреть закаты. Понимаешь? И любить того человека, который обожает любить. Ты досталась с самого сердца. Я когда здесь выходила на ивенты, связанные с кино, там, шортс-фильм, например, или «Красная дорожка» здесь тоже было по фильмам. И меня спрашивали, а что ты тут как бы и что? А я говорю, да я пришла насладиться. Я люблю, мне очень нравится этот мир. Я пришла получить эстетическое и визуальное удовольствие. Вот класс. Это вот такие вот вещи, конечно. Я тебя очень понимаю, когда ты говоришь, что если ты идешь в театр, нужно человек, который будет понимать, что такое театр. Ты знаешь, вот, кстати, вот эта прикольная тема, финальную, которую я тебе расскажу. Я же здесь, в Нью-Йорке, создал такой арт-клуб. Мы его назвали такой секретный арт-клуб. Мы собираем людей, которым интересно искусство. Я это запишу. Но чтобы искусство смотреть, его нужно знать, как его смотреть. Например, играя в опере, я знаю, что такое быть зрителем оперы, как смотреть оперу, как ее правильно воспринимать. Занимаясь историей изобразительного искусства, я знаю, как смотреть, как ходить в музеи. Как смотреть импрессионистов, например. Это очень интересно, потому что другой человек увидит просто пятна какие-то и не увидит в этом сути никакой. Для этого нужно быть образованным, для этого нужно иметь проводника, который тебе это расскажет. Вот у меня так получилось, что собрались люди в Нью-Йорке, вокруг которым это интересно. И мы сделали такой клуб. Мы там сделали ежемесячный платеж. И мы вот этой группой людей ходим на выставки, в театр, в оперу, на балет. Но не просто ходим туда. Я еду в Нью-Йорк. Не просто ходим, но при этом еще до этого какой-то есть информационный контент. То есть, например, опера, зачем опера, что такое, как ее смотреть, как ее слушать. Я здесь хожу, здесь у нас в Майами Дизайн Дистрикт есть опера «Хаус Маленький». Туда одна хожу, так я прихожу, садусь. Ну вот прилечу в июне. Мы, кстати, хотим в июне сделать в Майами какие-то занятия. Поэтому если вдруг у тебя идеи есть, какие-то знакомые есть, кому было бы интересно, давай сорганизуемся. Ну мы это обговорим лично. В этом как с батарейкой. Точно. У меня 2%. А у меня тоже тут несколько процентов, но это было такое приятное общение. Ты себе не представляешь. Я думаю, что ребята тоже получили эстетическое удовольствие от интересной беседы. В следующий раз я тебе задам намного больше вопросов. Хорошо. Я увидел, я заметил, знаешь, такую штуку, когда я рассказывал про Страсберга и про техники. У нас наибольшее количество человек присоединилось. Было аж 8 человек в момент здесь, сейчас. Они вместе с нами получают удовольствие. Притягивает, притягивает, притягивает. Притягиваем, притягиваем. Всех притягиваем к себе. Из чего можно сделать вывод, что людям интересны инструменты? Давай в следующий раз поговорим про инструменты больше. Да. Про техники и инструменты. Всем интересно делать свои продвижения. Что, понимаешь? Продвижение. Ну продвижение, продвижение это распаковка. Продвижение это распаковка. А распаковка это свобода. А свобода это свобода тела. Все негативное, и все такое. Ну, короче, свобода этого статуя. Поэтому сначала телом занимаемся, потом умом, а потом распаковкой. Только в этом порядке. Аминь. Один процент у меня. Спасибо тебе большое, я был очень тебя рад видеть. Сохраняй фирм. Я забнимаю, сохраню. Пока-пока.